Всем привет! Начинаем про живопись. Сегодня нам предстоит написать портретик вот такой вот симпатичной типчули, которая есть шляпа. И в этом, в общем-то, все дело. Так что, если вы хотите вместе со мной в интерактиве это дело все написать при помощи стандартных кистей Procreate, то добро пожаловать, в общем-то, в чатик. Давайте устроим перекличку и потихонечку начнем писать масляными красками в цифре, как мы это обычно делаем. Напишите, как меня слышно и как видно, и будем потихоньку начинать. В общем-то, у нас настройки все уже готовы из коробки, все стандартное, ничего не нужно готовить, кроме как лист во весь холст, вернее холст во весь экран. И, собственно, в общем, будем... Первое то, что делать, это накидаем наш эскиз при помощи стандартного карандашика. Вот, в общем-то, эскиз, скетчинг 6B, карандашик, и я буду использовать темно-коричневый, ну или черный. В общем, этим цветом я буду накидывать пропорции, ну и просто делать зарисовку. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, туда-сюда вообще пообщаться, хочется в чатике между собой, то, пожалуйста, welcome. Как говорится, добро пожаловать. Ну и поехали. Значит, мой герой, это, собственно, портрет будет. Я не буду делать такое, в общем-то, плечо и такой ракурс именно туловища. Сделаю что-то попроще. Но, по крайней мере, вот эти поля, шляпы я должен как-то это, в общем-то, для себя пометить. И, в общем, мой герой, героиня будет примерно тоже так же в три четверти, тоже в полоборота. И вот по пропорциям, чтобы, в общем-то, вместе с лицом и чуть-чуть с волосами, это все занимало у меня какой-то, может быть, одну треть от всего размера. Анюта, референс на экране. Вот он. Так что можно смотреть на экран и, собственно, отсюда и брать. А вообще, в принципе, я буду делать не близко к референсу. Ну, как обычно, мы не используем референс для того, чтобы просто оттуда скопировать. Поэтому он вам особо не нужен. А так, в общем-то, смотрите на экран и, как говорится, можете повторять легко, если хочется. Значит, а моя задача накидать общие пропорции сначала по большим массам, так, чтобы, ну, по крайней мере, все у меня уместилось на листе, на холсте. И, в общем-то, мы помним, что боди-модуль головы и, соответственно, шляпка сверху, вот эта вот часть, это вот один и тот же размер. Это вот нам нужно для того, чтобы четко, в общем-то, все было логично. Чтобы шляпка не была меньше, чем сама голова. А то бывает такое смешное происходит. Ну, и поля у меня будут, в общем-то, в таком же стиле, как и на референсе. То есть, чуть-чуть поля будут, ну, так это изогнуты восьмеркой немножко. И вот с одной стороны будет чуть-чуть больше видно, а с другой чуть-чуть поменьше. Ну, и, собственно, здесь уже можно проявить творчество и, в общем-то, не обязательно делать так же, как на референсе. Но вот мне нравится, что на референсе видно немножко верхние части полей по передней стороне. Вот где-то вот здесь будет чуть-чуть видна часть отворота сверху. Ну, и вот эта вот часть, вот вся у меня будет в тени. Это будет выглядеть эффектно. Я это все с такими классными рефлексами все это залью и будет хорошо. В общем, с одной стороны чуть-чуть приопущены поля, с другой стороны чуть-чуть приподняты. Ну, и, собственно, ну, примерно так вот это все это будет выглядеть. Значит, я не хочу сделать, не хочу делать так, чтобы здесь вот было плечо, а просто хочу увести это все, чтобы была шея и немножко, ну, чуть-чуть пониже все это сделаю. И так вот добавлю чуть-чуть какого-то объема, чтобы, ну, просто какой-то как бы воротник появился и дальше я все расчерком уведу на нет. Ну, собственно, теперь можно накидать основные элементы на лице. Ну, это, по крайней мере, нос. Носик тут у нас будет и губы. Это все достаточно так спокойное по объемам. Поэтому мы можем сразу же наметить, сразу же вместе со средней линией, то есть, та линия, которая отвечает за разрез между верхней и нижней губой. В общем, мне кажется, что здесь достаточно такая активная скула будет торчать. И глазки, которые прячутся вот в этом объеме, здесь вот их практически не видно. То есть, там падающая тень от ворота шляпы. И, в общем, все это уже у меня закругляется по бокам объемом волос. И, собственно, здесь я сразу же могу задать вот этот объем. Почему бы его сразу и не затемнить? Потому что он у нас здесь будет самый такой темный. У нас достаточно графично все будет получаться, я думаю. Практически уверен. Потому что здесь классно, что волосы, они как бы отбивают шляпу. И как раз будет прикольно то, что они таким достаточно темным пятном здесь работают. И все это переходит в объем, где глаза как бы утопают там внутри. Это выглядит такой глубиной. Ну, собственно, из-за этого мне это все и понравилось. Ну, а здесь уже будет чуть-чуть такое вот затемнение с рефлексом, как мы уже обсудили. Ну, собственно, что у нас по объему практически вот так все и будет. Здесь у нас где-то будет ушко. И здесь будет колечко, которое мы здесь также можем изобразить. Ну, в общем, подбородка может быть чуть-чуть поменьше. Но это сейчас тоже все достаточно условно. Мы на самом деле потом все это пропишем более четко, когда будем прям кистями фактурными все это задавать. Но сейчас просто такой вот пристрелочный первый эскиз, который в принципе уже готов. И мы можем переходить ко второй части. Я думаю, что мы сейчас сделаем быстрый этюд. Зальем сразу все это цветом и светом вылепим форму. Ну, и получим удовольствие, как мы это любим. В общем, немножко теперь уже понятно, что на этом месте будет у нас нос. Немножко его доработаю, так чтобы он у меня был по размеру уже определен. Верхняя губа чуть-чуть более объемную изображаю. Здесь будет объемчик под нижней губой. Бородок у меня чуть больше, чем у героини на референсе. Ну, и, собственно, и так сойдет. Хотя, на самом деле, если делать это похожим, то тогда надо было просто пропорции, в общем-то, брать с референса. Ну, здесь вот чуть-чуть, может быть, скулы побольше. Немножко, чтобы она была такая по фактурнее. Ну, и, собственно, практически все. Здесь ничего нам не нужно убирать. Оставим так, как есть. В общем, переходим ко второй части. Буквально при помощи стандартной кисточки краски, пейнтинг, мы выбираем простую плоскую кисть, flat brush. Она вторая сверху. И, собственно, при помощи ее, варьируя размер, мы будем заливать лисировкой. То есть, не сильно нажимая сразу, заливать весь объем. Ну, и желательно, начиная с темного. Поэтому то, что у меня на волосах... А, ну и, конечно же, мы работаем на одном слое. Просто для того, чтобы технически потом иметь возможность с этим эскизом работать, то мы это просто дело дубликируем и отключаем. А теперь вот на этом слое мы уже все это дело можем заливать как угодно. И я начну от темного. То есть, волосы достаточно так активно все это залью. Тут в любом случае у меня будет все темное. И, конечно же, я туда добавлю разных оттенков. Вот каких-то, например, синеньких, чуть-чуть фиолетовый. Где-то вот таким рандомайзом. Для того, чтобы просто это не было однородным. Это просто красиво. Ну, как минимум, синенький, вот такой вот голубенький. Точно здесь имеет смысл как-то воткнуть. И все. В общем, идем дальше. Темненькое мы задали. Это все очень еще пока такое условное, не финальное. И по контуру, например, лица, вот здесь вот снизу, мы все еще будем вылепливать светом именно. Сейчас я такой основной объем задаю. И теперь мне нужно поля шляпы задать. Я думаю, что он какой-то более такой охристый будет у меня оттенок. И пройдусь тоже не сильно. Нажимаю на перо, как будто бы вот так вот лисировочкой заливаю практически все пространство. Несколько приемов. И делаю это все максимально оляписто. Чтобы у меня вот эти вот мазки, они такие вот в разные стороны были. Это просто для того, чтобы не привязываться к какой-то определенной форме. И чтобы просто как бы сквозь все изображение, ну, просто угадывалось как бы очертание. То есть мне не нужно тут прописывать какие-то края. Прям буквально прорисовывать прям вот аккуратненько по краю. Вот там, например, в кукляшах мы это делаем, потому что, ну, там стилистика совсем другая. Там принцип немножко другой. А здесь все должно быть достаточно мягко. То есть вот в каких-то местах прям вообще я по краю стараюсь даже и не закрашивать. И причем я здесь ничего не закрашиваю. Я просто набираю тоном и кладу мазки. То есть в этом плане это абсолютно такая же живопись, как и в общем в оффлайне красками настоящими. Так что здесь все достаточно условно. Это как раз принцип быстрой живописи, где многие вещи прописаны не однозначно, не конкретно. Они создают только намеки. Ну вот потихонечку набираю поля. Например, сюда вставлю какие-то сполохи, которые уже у меня такие охристые. Они так подкрашены у меня. Все это делаю на вылет, потому что все потом буду подрезать. Немножко прокрасил верхнюю часть шапочки. Вот здесь у нас немножко такой вот соломка. Тоже я вот так затонировал. Ну в общем, теперь на лице нужно немножко пройтись. Так как это все такое достаточно сдержанное, такое охристое. И в общем-то это все равно все в тени вот здесь будет. Я вот постепенно набираю таким вот полутоном. В буквальном смысле слова полутоном, потому что это не основной тон, а такой вот лисировочный. Просто прохожу с нижней части чуть-чуть пожелтее, как обычно это водится. Сверху, там где щечки покраснее. И в общем прокрываю всю вот эту лицевую часть. Полупрозрачно это все набираю. Как бы я делал бы, если, например, красками растворителем бы. Использовал бы растворитель для того, чтобы сделать жидкий замес. И вот так вот прохожу вниз. Здесь чуть-чуть еще пожелтее на шее. И уходит это прям вот под воротник, который я думаю, что надо сделать таким же охрестом, чтобы все было в одной единой гамме. Здесь вот будет какой-то такой вот темный, с светлыми вставками. Вот такое вот, условно сейчас такое пятно. Я иду от пятна, потом уже доработаю. И будет это часть либо воротника, какое-то переходящее в плечо. И все это выходит на нет. В любом случае, здесь у меня не так светло, потому что сюда не попадает прямой свет. На лице достаточно темная, получается, падающая тень от подбородка. Я ее могу уже сейчас задать вот здесь, в этом месте. Она как раз попадает на горло. И здесь вот горло самым темным оказывается. В принципе, передняя часть горла может быть покраснее. Вот оно вот в этой части может быть покраснее. Но все равно дальше она уже начинает как будто бы желтеть. И там уже такие зеленоватые какие-то холодные оттенки. Поэтому я просто вне цветную зону, то есть у меня на палитре есть цветная и нецветная зона. Вот в цветной это будет открытый, такой насыщенный цвет. А здесь такой более жухлый. И этот жухлый, он как раз и выглядит таким холодным, то что мне нужно. И поэтому вот если я, например, на подбородке здесь вот так пройдусь в темноте, то у меня вот этот вот как раз холод и появится. То есть не обязательно лезть в синюю краску, чтобы сюда добавить. А magic в том заключается, что просто надо в серую зону как бы немножко залезть, и уже холодца и появится. Ну и, собственно, надо варьировать только цветность этого всего дела. Вот, например, тут такой прямо однозначный холод в нижней части. Ну, с этим тоже перебарщивать нельзя, потому что иначе это будет прям совсем щетина. И тут должна быть какая-то пропорция. В любом случае мы пока все делаем не пастозно, а делаем такими легкими прокрасами. То есть это все еще более-менее такой предварительный лессировочный проход в полунажатии, так как я сказал. То есть они сильно нигде не нажимают. Ну и, конечно же, вот та часть, которая у нас в шляпе, отвороты шляпы, вот по передней части и по задней, это все-таки должны быть достаточно темные, такие уже заполненные тенью места, чтобы просто была глубина. Поэтому здесь я уже добавляю еще потемнее. Ну, то есть не сильно нажимаю, а просто выбираю такой тон, чтобы в лессировочном он был темнее. То есть если я сильно нажму, то это будет вот так. Это излишне. Я вот чуть-чуть только нажимаю и варьирую этим, собственно, нажатием насыщенность. Ну и отлично. Значит, собственно, идем дальше. Еще сильнее буду набирать в этих местах, где глазки у нас на заднем плане. Здесь просто у нас в любом случае для того, чтобы задать нашу контрастность, нужно набирать еще тени вот такого тона. То есть вот эти тени, глубина, собственно, она будет образовываться за счет наполнения еще больше и больше и больше. Сверху мы наслаиваем вот эти вот проходы. И тем самым, так как мы делаем это не с первого раза, мы как бы вылепливаем эту часть. И у нас нет никаких контуров. У нас есть просто мазочки. В принципе, можно и мазочками как бы все это и вылепливать. То есть делать это так, как если бы мы кисточкой, такими вот широкими мазками в разные стороны, вот так вот бы наносили вот такие вот пятнышки, которые, собственно, и есть мазки. Фишка в том заключается, что для того, чтобы сделать вертикальный, например, мазок, то нужно его делать именно двигая перо. Тогда он будет вертикальным. Чтобы, например, сделать горизонтальный, надо, соответственно, горизонтально двигать перо, и тогда он будет горизонтальным. Если поставить перо и начать двигать, то вот этого эффекта не получится. Поэтому имейте в виду, что вставив вот эти вот мазочки, нужно двигать пером вдоль того направления, куда должен уходить мазок. Ну вот здесь, например, я хочу чуть-чуть холода, прям конкретного посинее все это сделать, чтобы это прям там в глубине было. Ну и сочетаю разные оттенки. То есть холодный с теплым, с красноватыми. Вот здесь на носу, например, там будет такой вот слегка красноватый. Здесь падает тень от шляпы, и верхняя часть носа, она будет затемнена, прям буквально сильно, то есть с верхней части именно она будет затемнена. Это нам на руку, то есть мы можем как бы подчеркнуть глубину еще, прорабатывая верхнюю часть. Ну и, в общем, здесь по скуле, здесь тоже у нас такой объем, который, в общем-то, в тени находится. И здесь мы используем более такие красноватые оттенки. Собственно, все, что нам нужно для этого знать, это то, что у скулы самое выпуклое место, оно как бы вылезает вперед и вот здесь вот высвечивается. Ну и симметричность. То, что справа и слева все-таки желательно, чтобы это были более-менее такие симметричные по ощущениям формы. Ну, в общем, теперь мы уже примерно представляем себе, как будет верхняя часть по насыщенности выглядеть. И теперь можем уже заливать дальше вниз, понимая, что здесь мы светом можем проработать. И вот эта часть у нас вылезет как бы вперед и будет освещена, и как бы завернется вся эта форма. Будет достаточно выразительна. Значит, нам нужно прописать губы. В данном случае это такие достаточно естественные цвета, но все равно это более красную зону. Мы все-таки используем замес. Прокрасим верхняя губа будет чуть-чуть потемнее, чем нижняя. Соответственно, подбирая оттенок, я вот так прокрашиваю верхнюю губу и немножко затонирую, чуть-чуть пожелтее беру замес и чуть-чуть затонирую под нижней губой. Как раз сделаю вот эту площадку, которая, собственно, обязательно должна быть проработана, чтобы выпуклой была эта часть. Ну и, собственно, здесь по краям тоже могут появиться объемчики такие, щечки. Они, в общем-то... Вот агент 007 вступает в игру. Это прекрасное начало сегодняшнего вечера. Спасибо большое агенту. Продолжаем в том же духе, я считаю. Это правильно для увлеченных этим интересным процессом. Это очень полезно. Спасибо. Значит, дальше двигаемся и прокрываем посильнее верхнюю губу. Делаем просто это все более красным замесом. И, в общем, у нас по нижней части нижней губы тоже здесь может быть чуть-чуть покраснее. Ну, сразу же, чтобы было понятно, сейчас, чтобы вот такая острая губа не была, я все-таки прокрою здесь таким достаточно светлым... Ну, уже посильнее нажму, то есть, так, по постозней пропишу нижнюю губу, и чтобы было, ну, понятна форма вообще губы. Ну, а дальше потом доработаю форму. То есть, мне нужно сейчас набрать какой-то объем общий такой вот темный, а потом уже светлыми постозными мазками пролепить все уже более детально. Ну, соответственно, здесь по краю будет чуть-чуть потоньше. Вот с той стороны, где у нас щека. Сделаю уже теперь потемнее саму падающую тень по подбородку. Здесь уже можно ее задать. Ну, и, собственно, уже теперь чуть-чуть как бы контрастнее все это сделать по нижней части, потому что она у нас будет как бы привлекать внимание. То есть, глубина будет у нас здесь закругляться. Ну, и наполняю вот эту часть тоном, потемнее делаю чуть-чуть, там, где волосы. В любом случае, это сложный составной цвет у нас. В общем, все это у нас будет абсолютно состоящее из мазков. Ну, и, в принципе, уже можем набирать, наверное, светом вылепливать вот эту форму более пристрастно, относясь к нижней части, которая достаточно такая светлая, и она холодная. То есть, она желтоватая и такая вот не очень яркая. В общем, в любом случае, здесь у нас должен быть такой вот свет. Вот таким вот образом мы вылепливаем часть верхней губы, чтобы здесь вот как раз засветилось. Это, в общем, самое светлое. И чуть-чуть высвечиваем подбородок, который у нас тоже здесь высвечивается. Это вот два таких, скажем, места активных, которые я сейчас задаю себе для того, чтобы выделить вот эту часть, чтобы она сильно вылезала на нас. Потому что эта часть с глазами, она должна туда провалиться. Ну, и, соответственно, у носа, нос у нас покраснее, поэтому здесь уже можно убрать легко таким чуть-чуть красноватым оттенком. Проработать тоже светлая часть получается именно снизу. То есть, эта нижняя часть, она как раз у носа освещена. А вот верхняя, которую мы затемнили, она вот уходит туда вот под шляпу и, соответственно, не ярко выраженная. Ну, в общем, надо добиться симметрии. Ну, и заодно все-таки имеет смысл здесь обозначить ноздрю. Все-таки никто не отменял даже в быстрой живописи какие-то тонкие детали, потому что они, в общем, создают впечатление проработанности, а так может просто быть достаточно сыро выглядеть. Ну, скучновато. Для уже искушенного зрителя, который в инстаграмах уже всего видел, всего и натурального, и ненатурального, и просто так мазнёй не впечатлишь. Ну, вот, собственно, здесь вот у носа по обратной стороне там тоже падающая тенюшка. Это все у нас уходит в темноту. Ну, я, собственно, и хочу здесь задать вот этот вот объем по глазу слева и справа. Справа, так, чтобы это, ну, как бы совсем ушло в глубину. И я думаю, что одновременно проверяю шляпу, чтобы вот этот вот уровень, ну, был в моем, в моему настроению правильный. То есть, как вот я хочу, чтобы у меня этот уровень был вот по этой шляпе, вот у меня получается вот такой. Ну, и, соответственно, сейчас буду подтягивать снизу вот к глазам вот эти вот места, которые буду заполнять тоном. То есть, они здесь у меня чуть-чуть такие вот, ну, покраснее, потемнее. И вот немножко посильнее нажимаю, уже заполняю верхнюю часть. И нос, он точно так же, здесь вот еще сильнее буду его наполнять тоном. То есть, посильнее просто по нему пройдусь, по носу. И вот он у меня как бы наберет свою темноту здесь, в этом месте, куда свет не попадает. Хорошо, идем дальше. Губки у нас в любом случае никто не запрещает сделать поактивнее. То есть, чуть-чуть, чтобы они, опять же, вылезали на передний план и чуть-чуть поконтрастнее. Особенно в уголках, соответственно, здесь надо кисточку поменьше взять. В уголках здесь будет потемнее. И вот так как это к переднему плану имеет отношение, то здесь, в общем, он может быть контрастным, вот этот уголок. Нос мы уже сделали здесь слегка. Далее здесь такой глубокий темно-коричневый такой вот объемчик. И теперь можно еще четче вылепить переднюю часть носа. Немножко я покраснее беру замес. И самая вот выступающая часть у меня будет чуть-чуть посветлее. Вот я ее еще чуть-чуть подкрашиваю. Там с той стороны уже уходит на дугу и ноздрю слева по кадру. Вот нос у нас образуется такой вот, такой вот как бы площадочкой. Вот передней, по передней части освещенной. Ну, а здесь уже вот фактурно мы потом доработаем. Ну, практически уже вот сейчас мы еще чуть-чуть пройдемся по этой части. И уже можно фактурно все это дело довершать, чтобы было похоже на масляную живопись. Ну, чтобы была стилизация. Ну, в общем, по волосам здесь тоже плавный переход. Идет темный там, где вот в ушко. И по подбородку на переднюю часть это выходит. Ну, соответственно, теперь мы уже можем чуть-чуть посветлее брать какие-то мазочки и ставить их на передней части вот здесь, чтобы проработать правую, ну, ее правую, нашу левую по кадру щеку вот здесь, чтобы она вот так вот на свет немножко вылезала. Ну, и проработаем здесь тоже вот падающий свет на скулу и щечку. Соответственно, здесь вот будет чуть-чуть покраснее. И вот так вот, таким вот, опять же, мазочком я это все дело просто заливаю светом на переднем плане. И вот так оно уходит вверх. Здесь не очень так выглядит симпатично, когда очень такой сильный, такой залитый темным переход. Я его чуть-чуть высветляю туда, чтобы глаз был поменьше. И немножко приподнимаю как бы вверх. Соответственно, с этой стороны тоже чуть-чуть уменьшаю. Вот у меня там глаза где-то внутри там как будто бы и есть, но мы их просто так угадываем только, но не видим конкретно. Вот так вот в несколько приемов подворачиваю с темной стороны к светлой, со светлой к темной. И вот так вот вот эту часть дорабатываем. Ну, теперь здесь, наверное, имеет смысл побольше сделать тон потемнее, чтобы завернуть всю эту массу, этот объем нам на передний план и потом ее доработать фактурными кистями. То есть, вот как-то здесь вот будет какой-то тончик такой, ну, наша героиня, она такая развернутая. И вот здесь какие-то могут быть складки там, просто чтобы была такая недосказанность. Если не охота, как говорится, прорисовывать какие-то детали, значит, надо сделать здесь мазочки. И будет симпатично. Ну, по шее тоже пройдемся и вот здесь чуть-чуть высветлим. Здесь может попадать свет, потому что явно, когда вот высвечивается вот эта носогубная часть, то, собственно, и здесь на шее тоже может появиться свет. Пусть он у нас здесь так вот и отобразится. И, в общем, мне кажется, что немножко наверх туда, к волосам, вот здесь вот за волосами, вернее, может быть, видна тоже вот чуть-чуть шея. И, в принципе, чуть-чуть покраснее делаем. Может быть, видно ухо, то есть, начало там какой-то мочки. Вот оно может оттуда просвечиваться. Но не очень светло, но, тем не менее, оно может там появиться. И, собственно, по референсу тут как бы у нее идет ушко. Оно такое там спряталось. Оно где-то вот здесь у нее находится. Оно просто не видно. Ну, а мы можем сделать тоже чуть-чуть. Вот мочка видна. Ну, и, собственно, здесь уже идут волосы, которые перекрывают, собственно, ухо. Вот примерно столько вот видно ухо с нашей стороны, спереди. Ну, и здесь чуть-чуть объема увеличим, чтобы вот здесь было помассивнее, пообъемнее. Так будет графичнее. Хорошо. Собственно, вот видно же, что у нас немножко смещается влево вот эта часть с волосами. Поэтому, скорее всего, нужно ее чуть-чуть здесь вот поджать, вот эту часть, так, чтобы вот этот объем волос, он приходил плавно в шляпу. И мне кажется, что шляпу тоже, в принципе, можно чуть-чуть сдвинуть. Для этого мы просто прибегнем к техническому средству. Здесь чуть-чуть шляпку увеличим, вот в эту сторону. Ну, да, чтобы это было логично. А здесь мы ее немножко сдвинем, опять же, вправо по кадру. Ну, все. В общем, мы трансформировали немножко, чтобы вот это все было по объему нормально. Здесь вот, на самом деле, тоже можно сделать поменьше, чтобы шляпка была такая поэлегантнее. Тоже, я думаю, что подожмем чуть-чуть вот это место. Чуть-чуть сделаем шляпку поменьше. И чуть-чуть другой формы, чтобы она была такой более округлой. Ну, опять же, это все можно и кисточкой, в общем-то, легко доработать. То есть, мы сейчас прямо даже поверх это все дело прокроем. И как раз зададим какой-то свет и цвет уже более детально. Здесь по месту, собственно, это будет какой-то бежевый. Такой достаточно тоже такой легкий. Но в этой части явно будет засветочка у нас. Здесь будет по крылу шляпы с верхней части, здесь оно будет засвечиваться. Чтобы просто придать как раз по переднему краю вот этого такого характерного излома. И вот здесь как раз будем сейчас делать вот этот рефлекс. То есть, подгонять уже под лицо. Собственно, это достаточно темное все. Но когда мы смотрим на весь этот объем, мы вычленяем все-таки такие яркие вот такие вот сполохи рефлексы. Ну, то есть, отражение на самом деле. Плюс еще насквозь шапочка может просвечиваться. Но это рефлекс от ее одежды. Поэтому здесь она имеет такое активное свечение. Ну, и там дальше она уходит на нет и точно так же высвечивается. Сейчас делаем все это при помощи мазочков. И точно так же можно это делать все сложным составным. То есть, использовать какие-то разные оттенки. То есть, вот коричневатый. Теперь, например, немножко такой желтоватый, такой охристый, земляной немножко туда подплетаем. Сразу же, чтобы цвет не менять, здесь тоже добавляю. И получается так все такое мерцающее. Ну, и хорошо. Пока мозаика и не очень похожа на масляную живопись. Это так и должно быть. Потому что мы сейчас именно добиваемся игры цвета и влепливаем форму. А потом буквально несколькими движениями все это приведем в масляное ощущение масляной живописи. Ну, понятно, что по вот этой части у нас еще может быть доработанный нос. И даже вот я при помощи простого карандаша здесь чуть-чуть доработаю вот это вот место, чтобы просто оно было чуть-чуть более изящное. Потом оно поворачивается вверх и здесь тоже чуть-чуть потемнее сделаю. То есть, почему я делаю это все карандашом? В принципе, можно было и в масляной живописи, например, тоже использовать карандаш для каких-то целей. Он просто размазывает красочку и действует как, например, черенок кисточки. То есть, на самом деле можно просто кисточку перевернуть и черенком где-то что-то размазать. Вот так же и карандашом здесь можно просто какие-то вещи сделать тонко и при этом не париться с тонкими кистями. То есть, прям вот какие-то мелкие детальки добавить. Здесь вот, например, какие-то прядки такие вот тонкие, их проще карандашиками сделать и особо не запариваться. Мне кажется, что на фоне подбородка будет видны чуть-чуть волосы, поэтому я тут поворачиваю чуть-чуть этот объем слева по кадру. Ну и так вот пусть он и остается. То есть, такой немножко угловатый может быть вполне, в общем-то, рисунок немножко такой состоящий из уголков. То есть, мне хочется добиться такого ощущения, что здесь вот как бы вверх идет и вот шляпка, здесь вот немножко надо подрезать. То есть, я вот как-то так ее должен подрезать и я для этого буду использовать ластик обыкновенный, простой, чтобы здесь вот стереть в живописи. Это просто можно было сделать белилами, ну или же там, например, мастихинчиком стереть. Вот здесь так будет поизящней. Обратно возвращаюсь на мою кисточку, основную плоскую широкую кисть. И здесь вот уже при помощи, опять же, моей мозаики чуть-чуть разобью вот эту форму. И вот теперь вот этот абрис меня больше устраивает. То есть, идет вот так вот вниз, потом поворачивается вот здесь в полицевой части, уходит туда-назад. И теперь волосы втыкаются вот как раз с этой стороны. И, может быть, немножко подрезать сверху, чтобы чуть-чуть сделать покороче шапочку, чтобы она не была такой вытянутой. Но, в любом случае, она такая немножко такой ковбойский у нее есть оттенок, такой стиль. Поэтому пусть пока остается так. Идем дальше. Значит, по объему здесь у нас высветление происходит, прям заливается это все достаточно светло. И я даже думаю, что здесь будут даже такие вот откровенно какие-то появятся белые участки. Ну и, соответственно, здесь вот тоже сверху заливается светом. Поэтому тут имеет смысл залить так вот посветлее. Так, вот сейчас, в общем-то, пока вот мы сделали первый этап, сделали заливок, заливку, залив, залили, вернее, на уровне подмалевка это все тоном и вылепили светом. Теперь будем это все более пастозно вылепливать и на лице, ну, здесь мы отчасти начали. И вылепим на плече. И сделаем это все фактурной кистью уже более так живописным. Пока. Читаю. Чатик. Всем привет. Привет, привет. На чем вы сейчас рисуете? Я рисую на планшете iPad и Procreate стандартными кистями. Где взять референс? Это вот, собственно, он у вас перед глазами на видео. Приветик и приветики. Здравствуйте. Немного не в тему. Скажите, когда-нибудь будет МК по акварельным портретам? Жаль, что у вас на YouTube этого нет. А у вас в Instagram такие классные, да еще и с анимацией. Ну, с анимацией, да, это я просто оживил их с программкой просто акварельки. В общем, акварель, если честно, мне не очень нравится, потому что она такая как бы самодостаточная. Есть очень много акварелистов, которые этим промышляют и делают это круто. Все-таки моя тема – это быстрая живопись именно в масле. И именно так, чтобы можно было писать, перекрывая тона. То есть мне очень нравится, когда это все наслаивается одно на другое. А акварель – это все прозрачно, вот так. Поэтому мне это не очень нравится, как самодостаточный, как конечный вариант. Но, тем не менее, почему бы нет? Может попробуем. И еще к тому же, я же делаю это в цифре, чтобы вести эти стримы и обсуждать это все именно в электронике. А акварель – она все-таки хороша, когда это все происходит на бумажке. Ну, почему бы нет? Посмотрим. Короче говоря, так себе я и помечу. Юлия, добрый вечер. Ну, продолжаем наполнять это все тоном. И, собственно, наша задача сейчас сделать это все более таким вот объемным, со светлой стороны. Ну, вот, например, здесь мы сделали по рту посветлее. На шапочке тоже посветлее. Вот теперь на шее тоже мы здесь вылепим те места, которые у нас могут засвечиваться. И здесь более такой тоже желтоватый все-таки оттенок должен быть. То есть, по шее прошлись. На плече немножко пожелтее возьмем тоже замес. И вот здесь какие-то мазочки такие пастозные. Причем, опять же, форма сейчас пока не настолько важна. Это просто мы как бы прикидываем по цвету и по свету. А потом мы это все дело сделаем уже более таким живым, живописным и похожим стилизованным на масло. Ну, собственно, вот здесь вот такой вот по передней части будет посветлее. Ну, значит, по верхней части вот здесь мы вылепили. Теперь щечку сделаем чуть-чуть посветлее. Вот здесь немножко прохожу. Вот именно уже пастозно, то есть, ставлю такой вот проход насыщенный. Чуть-чуть по подбородку у челюсти нижней стороны тоже набираю. Соответственно, варьирую размер кисточки и прохожу уже более пастозно, вылепливая. Ну, не с первого раза. На самом деле, можно не отменять, а, в общем-то, сразу брать и перекрашивать. Ну, я вот постепенно так вот набираю такими вот мазочками и снизу сейчас вот буду более контрастно делать вот эту падающую тень от подбородка. Она достаточно такая темная, контрастная, поэтому ее сейчас надо набрать сначала темно-коричневым, такой вот Марс такой. Ну, и, собственно, сделаем тоже вот это все мазочками, вот так вот пропишем чуть-чуть побольше кисточку, чтобы было попроще. Вот эта всю часть, которая падает, тень от подбородка, уходит она назад и вот здесь уже немножко затемняем, в общем-то, в сторону волос. Волос обратно возвращаем по насыщенности. Вот здесь на самом деле тоже все может состоять из таких вот мазочков. Это все должно быть фактурно. Немножко завернул тут бородок, чтобы вот здесь был не такой жесткий, ну, как бы такой срез, чтобы не был жестким. Я его немножко так вот, так же размажу такими вот мазочками. И, собственно, вот более плавный переход получается с контрастной вот этой тенюшкой, которую я еще могу сильнее, если нужно, здесь вот так вот выделить. Ну, наверное, может быть и не надо, потому что здесь все-таки контраст сверху. Теперь вот на глазах, вот здесь немножко, чтобы в кучку глазки не были, немножко вот вправо по кадру отодвигаю вот этот глаз, ее левый. Вот так вот теперь вот у меня, собственно, они посерединке смотрят. Это хорошо. Под носом все-таки есть небольшая падающая тень от шляпы, но в левую сторону вот здесь. Я тоже здесь чуть-чуть это дело выявлю. От губы, собственно, там может быть небольшая тоже такая объемная часть, затемненная. С левой стороны по кадру здесь тоже, в принципе, не должно быть светлой, поэтому, в общем, там может быть только контровой свет, но это все тоже можно затемнить. Ну, чтобы у нас было пообъемнее. И вот пусть это уходит тоже туда на нет. Ну и, в общем, с этой стороны здесь вот у нас будет такая вот, как мы говорили, небольшая, ну, это не ямочка, а такая вот подушечка такая, ну, то есть сама щека, форма щеки здесь вот образуется. И вот опять же холодным оттенком, то есть он ближе к серую, вот я ее ставлю. Так просто поизящнее будет, потому что все, что было вокруг рта, оно такое холодное, землянистое. Ну, и некоторые даже вообще зеленой красочкой туда подмешивают. Ну, собственно, теперь немножко добиваюсь объема у подбородка. Обязательная ямочка. Ну, если вы не в первый раз, то вы знаете, почему. Потому что, потому что, потому что, потому ямочка здесь должна быть. Ну, собственно, вот этот объем у меня закругляется. Чуть-чуть светом выделяю верхнюю часть подбородка. Как раз вот здесь вот она забликует. И немножко поменьше кисточку беру. И вот здесь как раз верхняя часть просто высветляется у меня. Немножко также высветлится в уголке рта. Вот здесь чуть-чуть также я добавляю вот этого светлого. Под носом, как мы уже обсудили, здесь достаточно светло. Но именно в самом, около самого носа здесь получается прямо такое сильно светлое место. Вот если, например, оно сейчас вот не сильно не лезет на передний план, то вот здесь она работает как бы классно. Оно как бы позволяет выделить вот этот свет, который падает сверху. Но так как если здесь вот от шляпы идет не жесткий край, вот такой вот темный, скажем, падающие тени, то, наверное, вот этот контраст, он излишен. Поэтому чуть-чуть, значит, это вот так вот сильно, я вот чуть-чуть сделаю поспокойнее, вот так. И вот это уже как бы вот деликатность. Тут уже невозможно объяснить, насколько меньше, просто чтобы это не лезло в глаза. Потому что вот эта часть может лезть в глаза, она вся светлая. А по сравнению вот с этим местом, тут не должно быть так прямо светло. Потому что самая светлая часть будет на носу. И так как у нас, в общем-то, настоящая живопись, то мы можем сразу ее захайлайтить здесь и прописать нос. Вот то, что я сейчас сделал, это как бы возмутительно, отвратительно. Это очень ярко. Поэтому, естественно, это нужно сделать потемнее. И вот примерно вот так, даже вот чуть-чуть вот так, это будет по передней части носа. Вот этого как бы вполне достаточно. Осталось на самой вот этой вот краю вот этой части, чуть-чуть захайлайтить. И, в общем, возможно, вот на... Еще немножко на крыле. Собственно, вот так нос у нас появился из этого всего, так хотел сказать, безобразия. Вот это вот затемнение, которое тут на самом деле будет сейчас фактурным при помощи фактурных кистей. Ну, по идее, в общем-то, и все. Здесь, наверное, осталось только фактурки поработать. Немножко задам еще побольше деталей на шапочке. То есть, вот по передней части. Здесь вот чуть-чуть парочку таких, не знаю, как декантик. Немножко задам неординарности, неоднородности. Ну, чтобы это было поинтереснее. Ну, и варьирую кисточку, просто чуть-чуть дорабатываю. На самом деле, здесь можно, опять же, использовать карандаш, потому что так быстрее, и он просто мягко может такие вот давать растушеванные какие-то, как будто вот прям кисточкой мазнули, полусухой. И вот такие вот давать неровные края он может. Это вполне, в данном случае, может быть, как вариант технический исполнения. Ну, соответственно, чуть-чуть покраснее вот здесь мы сделаем затемнение. Там просто есть какая-то фактура еще. У шапочки там какие-то, ну, такие отверстия, какие-то технические. И вот их просто тоже можно здесь как бы задать. Ну, такой вот иллюзию вот этих вот фактур. Просто чтобы было поинтереснее, чтобы не было скучно. Вот какие-то детальки там появляются. Так, это все мы будем размазывать, конечно же. Ну, собственно, теперь, ну что, можем колечко наметить. Оно где-то здесь будет у нас проходить каким-то вот таким вот объемом. И теряться в волосах. Ну, это на передний план, оно все-таки лучше, чтобы было завер подвернуто. То есть, где-то как-то вот так. Может быть, даже чуть-чуть поменьше. То есть, как-то вот так, может быть. И оно прячется здесь вот в волосах. Собственно, то, что нам нужно от него, это то, чтобы оно захайлайтилось в этом месте. Так вот достаточно сильно. И чтобы это было живописно. Чтобы это было сложно составное. Чтобы не было такого ощущения, что здесь прям такой нарисовали кругляшочек. Пусть он только угадывается. Ну, то есть, он состоит из таких вот кусочков. Собственно, вполне достаточно для того, чтобы имитировать живопись. Мы бы, в конце концов, это мазками вылепляли. Ну, в общем, в принципе, можем брать фактурные кисти уже теперь. Ну, это такая третья финальная часть, где мы используем кисти, опять же, пейнтинг краски. Но текстуру саламанка, которая, как Дагрин говорит, и в Африке саламанка. И теперь, собственно, в некоторых местах нужно навести марафет и сделать это поактивнее. Например, какие-то тени, которые у нас находятся еще и потеплее чуть-чуть и поцветнее, которые находятся на заднем плане, они должны как бы уходить и размазываться. То есть, на самом деле, то, что они размазываются, они еще дополнительно задают фактурку по холсту. И мы этим будем пользоваться. То есть, нам нужно просто при помощи вот этой кисточки задать и фактурку, и еще и неоднородность заднего плана. Ну, собственно, вот таким вот образом, перемешивая это все, может быть, где-то подтирая, потому что, в общем, это все должно быть деликатно. Каких-то прямо откровенных показ мешей нам не нужно. Где-то я могу, например, прописать какие-то прям откровенные, сделать замесы, вот прям такие вот более четкие, которые будут выглядеть как, ну, такие жидкие мазки от кисточки, прям сверху. И в целом это будет тоже добавлять выразительности. Например, вот здесь вот на этом месте. Так вот просто можно пролепить вот эту переднюю часть, чуть-чуть поменьше размер. И вот здесь вот то, что я хочу сделать, вот сильно такое залитое светом по переднему плану, я делаю вот это фактурной кистью. И вот залезаю на глаза практически. Нечаянно у меня отменилось. Обратно возвращаю. Просто оно у меня это все отменяет. А обратно тремя пальцами возвращаем. Вот этот вот мазок, он как бы нависает над глазами и, ну, создается такое впечатление, ну, такого как бы навеса. Пусть это так будет живописно. Ну, а в этом месте уже оно как бы уходит на задний план. И тут нам нужно будет уже при помощи вот этого следующего инструмента увести на нет. Мы пока создаем передний как бы план прорабатываем. По волосам здесь, как у нас сделано, это, в принципе, уже симпатично выглядит. Можно немножко добавить вот таких вот фактур. Собственно, это как бы поверх ложится. И я думаю, что здесь надо сделать такую цветную такую вставочку. Почему бы и нет? Чтобы оно было в разных местах, появлялась вот такая вот история цветная. Она просто сильно оболгораживает живопись и уже не подкопаешься, что типа, а, что это одной краской нам все нарисовано. Нет, оно такое сложно составное все. Вот, собственно, по краю здесь у нас уже живопись есть, но мы еще сильнее сделаем саму именно фактурку. И вот так вот ее в разные стороны здесь выведем в бок. Ну, и, собственно, и здесь тоже чуть-чуть, чтобы вот так вот было не скучно. Ну, соответственно, внутри. Почему бы нам не задать немножко такого красноватого тоже сделать мазочка такой, который у нас задаст глубину изнутри вот здесь. Ну, и попробовать чуть-чуть вот здесь тоже так же затонировать. Вот оно там как бы создает еще большую глубину, которая уходит под эту часть. Ну, а здесь нам нужно просто более четко все это дело соединить и, ну, так, ну, более по-масляному, что ли, мазочками здесь вот чуть-чуть вверх это все вывести. Вот так вот, например. Ну, то есть вот таким вот проходом как бы раз вверх. И теперь с этой стороны тоже вот здесь свет попадает у нас. Вот здесь тоже можно таким вот мазочком как бы это вылепить. Но это немножко светловато, чуть-чуть потемнее и поменьше кисточка. И вот даем вот такой мазочек, который у нас вылепливает вот эту форму с этой стороны. Ну, в общем, постепенно будем наполнять уже такими мазками, более такими живописными масляными. Ну, как бы их наслаивая один на другой. И вот здесь, например, у меня так же вот таким вот мазком я вылепливаю вот эту часть. И поворачивается у меня скула уже вот на меня своей темной стороной. Которую, собственно, можно здесь еще чуть-чуть так вот облагородить. Вот она может быть у меня здесь, ну, наверное, такой совсем красный здесь не надо делать. Просто чуть-чуть со всем таким намеком. И с той стороны тоже чуть-чуть это, ну, тоже, ну, это опять же очень сильно. Все на нюансах. То есть чуть-чуть, совсем немножко. Вот так вот. И как бы есть какая преемственность. Ну, собственно, на шее у нас уже тут есть уже какой-то оттенок. Потом все это уходит вниз, фактурно размывается. Я думаю, что можем легко здесь таким оранжевым оттенком задать такой вот смешек вниз, побольше кисточку. И вот уже вот так вот будет как бы растерто у меня вниз. Как будто бы рукой, то есть боковой частью вот этой так вот размывается. И вот так это будет выглядеть. То есть вот такие вот фактурные места получаются. Ну, здесь точно то же самое. Просто я задаю уже фактурность. И такой вот, может быть, в разные стороны вот эти вот мазочки, которые, ну, создадут живописность вот в этом месте. То есть как бы это закручивается. Ну, плюс и здесь тоже какие-то тоже могут быть такие вот свободные мазочки разного размера. Потом мы это тоже доработаем. На крыше, хотел сказать, сверху здесь просто чуть-чуть теплоты. И немножко так, чтобы это все размазывалось чуть-чуть. Так, тоже такими мазочками, легкими. Причем это все абсолютно такое свободное должно быть, как бы тоже мозаичное. Не обязательно, чтобы прям мазки были четко по форме. То есть здесь вот вообще вот я косой кладу, не по шапочке. Ну, так вот, чтобы это было в каком-то своем управляемом хаосе. И вот здесь тоже, пусть будет как-то немножко заворачивается. Сверху прям вот я подрежу, прям вот так сильно. Ну, а, собственно, здесь уже фактурными кистями, сейчас я буду дорабатывать. И практически все уже идет к финальной части, где мы при помощи, как ни странно, при помощи вот этого пальчика, размазывателя, растирателя, растушевки. И при помощи стандартной кисточки стука, то есть алебастер, мы просто это дело все начинаем уводить на нет, как минимум, на тех местах, которые на заднем плане. Вот, например, вот здесь. Это все так вот спокойненько, в одну и в другую сторону двигая, я увожу на нет. Это выглядит симпатично. Собственно, с этой стороны тоже я хочу, чтобы у меня все прямо так вот размывалось. И поэтому могу как вот с цветной стороны, так и с белой, так же это все растереть. Ну, потому что это задний план. Ну, например, вот здесь по повороту тоже просто могут быть вообще какие-то смеши. Вот таким вот поворотами. Ну, и чтобы это все загруглить, здесь тоже может как-то вот так вот повернуться вот это все таким вот смазанным таким вот проходом. Здесь тоже, что мы сделали, мы можем сделать просто фактурно, как бы, чтобы это на передний план не лезло. Возможно, шляпу тоже немножко так вот растереть, потому что это далеко не передний план. И пусть оно здесь будет помягче. На лице, собственно, задняя часть у нас уже сделана такой размытый по скуле. Я это просто делаю сейчас более так по-масляному растушевываю. А часть с подбородком пусть будет достаточно звонкой и контрастной. То есть пусть она здесь будет хорошо видна. А вот по волосам уже, возможно, это надо вывести как-то на нет туда, чтобы это все исчезало. И вот тут вот эти вот артефакты уже нам такие звонки не нужны. Собственно, по переднему плану тоже вот здесь на шее не обязательно, чтобы был какой-то контраст. Пусть будет это на переднем плане, а это уйдет на задний план. Собственно, поэтому мы здесь немножко это дело размываем. Ну и здесь тоже имеет смысл чуть-чуть размыть, чтобы это, ну, как бы жестким не было. Вообще, в принципе, мы чередуем практически двумя кисточками работаем. Берем какой-то оттенок, ставим его таким жестким. И потом, например, при помощи пальчика вот этого немножко это дело размазываем одно в другом. И вот так вот мы можем на нет уводить любую часть. Значит, вот здесь откровенные какие-то смеши, которые прямо по переднему плану, пусть они будут звонкие. Поэтому хочу именно вот эту часть оставить такую вот звонкую. И просто, чтобы смазались они, как бы, вот эти вот мазочки, они такими контрастными будут по переднему плану у меня. Это, ну, так достаточно по-маслянному выглядит. Вот так вот вниз туда увожу. Ну, здесь вот нужно немножко такого больше либо хаоса, то есть прямо вот таким широким проходом совсем это все смазать, что как будто бы так это и задумывалось, либо уже прописать воротник. Но мне кажется, что в нашем случае, чтобы это был быстрый этюд, здесь просто только намек должен быть. Ну, и даже вот по этой части тоже как-то размазать так, чтобы это прям просто был таким вот намеком. И снизу вверх, и также и сверху вниз, чтобы одно в другое переходило у нас. Вот на лицевой части, конечно, имеет смысл тоже прорабатывать вот эти места фактурными кистями, чтобы они не выдавали, ну, не то чтобы мы прячем диджитальность, но мы просто делаем более выразительно, чтобы эти мазки стали такими цифровыми. Ой, наоборот, чтобы они из цифровых превратились в такие живые, теплые, ламповые. Ну, то есть такая эмуляция. Секвенсор такой получается. Ну, и, в общем, здесь то же самое по фактурке. Просто чуть-чуть размываю вот эти вот края и придаю фактурности. На самом деле здесь все достаточно глубоко в тени, поэтому мы можем всегда доработать это, например, еще сильнее, проложить, например, тоном какими-нибудь сверху лессировочно, что, в общем, сложно сделать в настоящей живописи, но в масляной живописи это вполне возможно. То есть прям вот лессировочкой сверху так вот прям пройтись и затемнить. Здесь я немножко просто хочу увести вот эту часть в тенюшку и немножко дорабатываю, чтобы просто левый по кадру глаз немножко сильнее туда уходил в глубину. Ну, собственно, смотрю, чтобы была симметрия. Добиваюсь одинакового тона слева и справа. Здесь вот по волосам переход чуть-чуть подлиннее делаю на ухо. Вот здесь вот так вот, чтобы поактивнее было. Ну, и вот, наверное, потемнее вот здесь вот у переносица. Пусть будет здесь чуть-чуть поактивней такая вот темнота. Ну, собственно, тоже так по месту добавляю больше и больше, постепенно наполняю тоном. Ну, вот здесь вот уже сильно, тут уже вылезает как бы на передний план. Это же левая часть, она должна быть чуть дальше. Вот варьирую цветами и тоном, то есть потемнее и посветлее. Примерно вот так у меня вот затемняется вот эта вот часть. Теперь вот яблочко на скуле, которое нужно чуть-чуть затемнить. И, соответственно, поверх плейсировочную прохожу, чуть-чуть затемняю. Она туда углубляется. Хорошо. Все, вот тоже такими мазочками здесь у меня немножко вылезает. Поправлю. Все, вот эта вот форма, пусть она будет такой рваной, но в то же время все равно какую-то общую геометрию нужно соблюдать, чтобы это был краем, который вот мне вот понравился, именно вот такой вот траектории своей. Ну, теперь вот по этой части немножко посильнее сделаю вот этот переход, поворот пола по правой части чуть-чуть, чтобы здесь была падающая тень от верхней вот этой вот пологой части. И здесь вот то, что мы делали посветлее, я вот поправлю просто по форме, чтобы она тоже так поворачивалась. И вот все это дальше потом уходит на нет. И если нужно, прям еще сильнее это драматизирую и сильнее размазываю, ну, чтобы это было четко считалось задним планом, чтобы это было так плавнее и не привлекало к себе внимания. Просто уходит вправо и исчезает. Отлично. Значит, вот здесь вот еще немножко нужно доработать. И, в принципе, практически все сложилось. Вот здесь вот по краю чуть-чуть делаем вот этот краешек потемнее. Здесь вот наша тенюшка падающая от подбородка. Также это все остается у нас размазанного слева по кадру. Немножко здесь вот где колечко, тут вот тоже чуть-чуть потемнее. Собственно, и, наверное, и все. Практически такой быстрый этюд с такими мазками характерными сложился. По носу осталось здесь, наверное, на переднем плане чуть-чуть вылепить вот эту переносицу, которая вот сверху уходит вверх. Но она уже такая достаточно затемненная, потому что от тени от шляп. Но все равно форма образующая. Вот я ее чуть-чуть дорабатываю. То есть такой уже файтюнинг. Здесь вот с левой стороны так же, чтобы закруглялась эта форма. Вот у нас объемный нос. А, ну, у губы, конечно же, здесь нужно чуть-чуть сделать поактивней по верхней части. Так, чтобы просто вылезала на нас эта часть и становилась объемной. То есть вот верхняя губа с нашей стороны, она должна быть поактивней. И вот подбираю тон и цвет. И немножко ее делаю такой вот выпуклой. Ну, и, соответственно, с той стороны здесь уже появляются такие вот засветочки. Нижняя губа как раз может получить хайлайты вот по самой выступающей части. Вот здесь вот она появится. Ну, и, собственно, практически все. Осталось чуть-чуть забликовать вот это место по губе, вот по внешней стороне. Немножко вот здесь, чтобы она высветилась. Ну, и чуть-чуть на подбородке вот здесь, чтобы тоже появился свет. И вот так вот у нас высвечивается вот это место. Вижу, что вот здесь тоже чуть-чуть нужно подсветить. Немножко больше добавляю такого, ну, высвечиваю поверх. Чуть-чуть поактивней. Вот с этой стороны тоже. В общем, практически все. Наш герой практически сложился. Так, диджитальный аквариум обсудили. Даже в записи мы можем это сделать, конечно же, если дойдут руки. Но у нас есть еще в планах разнообразные пейзажи. Оценить, как это можно сделать в Procreate, опять же, стилизуя под масляную живопись. То есть, как бы прокачать вот эту тему цифровой живописи именно с точки зрения эскизов. Потому что такие вещи можно сделать, вот, например, собственная какая-то задумка, которую прежде чем воплощать в масле, в материале, ее можно сделать Procreate. Буквально вот за полтора, за час вот мы сегодня сделали, то есть, час-полтора, это как раз такой эскиз, который позволяет посмотреть, доработать и уже потом близко к тексту сделать уже в масле. Ну, то есть, какие-то решить для себя, может быть, какие-то творческие находки или же технические. Вот, например, как будет смотреться, если я, например, сильно уведу здесь вот в Smash волосы. Вот, например, вот эта часть будет хорошо смотреться, если она будет вот так вот размазана. Мне кажется, что вот это проще Procreate как раз использовать. все технические средства, такие вот электронные, для того, чтобы экспериментировать. Ну, вот, поэтому надо вот попробовать с... Ну, с натюрмортами мы уже пробовали, вот с пейзажами надо попробовать. А потом, может быть, и акварель. А может быть, и диджитальную попробуем на акварель. Вот здесь вот с этой стороны как раз тоже имеет смысл размазать. И это мы увидели, собственно. Ну, самое финальное, то, что мы делаем, это всякие такие красивые штучки, которые могут нам понадобиться для того, чтобы это все сделать выразительным. То есть, какие-то прям такие широкие мазки. Вот, например, я здесь хочу сделать прям такой откровенный такой широкий мазок прям по всей щеке. Вот так, хоп! Может быть, это будет красиво. И чуть-чуть посветлее, и пониже, вот здесь вокруг рта. Вот так вот, раз! И снизу чуть-чуть пожелтее. И вот здесь так, хоп! Такой вот мазок, который закругляет это все дело. И вот сюда тоже. Это вот как бы лепка по форме. Вот она прям делает все дело. Так, значит, в принципе, я думаю, что на этом можно поставить точку и, соответственно, поставить свою роспись, которая, как правило, куда-то инкорпорируется. Ну, на всякий случай сделаем на отдельном слое. И лучше всего использовать какое-нибудь каллиграфическое перо, которое сглаживает все неровности и черным цветом, не очень большого размера. Я вот здесь поставлю свой автограф и, собственно, он будет у меня как бы завершать всю эту композицию. Чуть-чуть уменьшу, чтобы это было по элегантнее. Ну и все, как говорится. Если есть вопросы, то с удовольствием обсудим. Давайте в чатике. Ну и, собственно, в следующий раз мы будем с вами черной пятницы будем рисовать маркерами-карандашами. Ирина, спасибо за ваш труд, пишет. Очень красиво, спасибо. Очень приятно. Здравствуйте. В полнорастовые фигурки будут иногда рисоваться в живописи. Ну, мы один раз сделали как-то. Ну, в принципе, это длительная история. Можем разбивать на части. Почему бы и нет? Я, в принципе, за... Все равно портреты мы уже пишем давно, поэтому можно и полнофигурные вполне тоже попробовать. В Телеграме я обязательно предупрежу, так что подпишитесь. Если вы первый раз здесь, то, пожалуйста, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы знать о приближении следующих мастер-классов. Если вы еще не подписались в Телеграму, Телеграм, Телеграму, то тогда тоже в описании есть ссылочка на Телеграм. Будьте любезны подписаться. Будем на связи. Ну и еще для тех, кто в Москве, вдруг случайно вы в Москве и хотите прийти пописать, мы в понедельник, в следующий, будем писать, у нас будет мастер-класс. Так что дайте мне знать, если вы собираетесь, вам это интересно. Напишите в любые с коммуникацией в Телеграм, в... Нет, Телеграм не надо писать, лучше написать по почте либо в Инстаграме мне, в Теректик. В общем, в понедельник, 29 числа, живопись, мастер-класс, живописный, маслом будет у нас запланирован. Ну, в общем, на этом я думаю, что можем поставить жирную точку. Спасибо всем за участие и творческих вам успехов и до скорых встреч в эфире. А пока... Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова